Снежная крепость почти готова. Артисты театра народной драмы и волонтёры возводят последние блоки. Штурм должен быть зрелищным, поэтому высота крепости почти 4 метра. Масленицу на заливе Якоби празднуют уже седьмой год. Её проводят по казачьим традициям. Многие из нас потомственные казаки и проводим как раз по таким народным казачьим традициям. Но здесь всё, весь набор хороших игр, которые проводились на русской масленице. Кроме штурма снежного городка, на праздник подготовят масленичный столб, проведут кулачные бои, сибирские игры, устроят концерт. Казачья масленица на заливе Якоби очень популярна в Иркутске. В прошлом году её посетили 11 тысяч человек. Здесь, я считаю, самое лучшее место для проведения народных традиционных праздников. Многие жители наши, которые приходят на праздник, они уже ждут именно этого концерта и подпевают. И, в общем, знают, что здесь театр будет давать концерт. И очень приятно, что уже ждут этого момента. Подготовку к масленице проверяет администрация Свердловского округа. В этом году ожидают ещё больше горожан. Поэтому важно обеспечить безопасность. Будут задействованы все силовые структуры, подразделения, которые будут отвечать за правопорядок. Будет организовано оказание первой медицинской помощи, общепит и все службы города, которые присутствуют на массовых мероприятиях. Традиционно на масленицу привыкли сжигать зиму. И это всё будет проходить под контролем со стороны пожарной части, которая располагается тут же, у нас недалеко. Главный символ праздника – масленичное чучело – поставят уже в субботу. Всех желающих ждут на сибирской казачьей масленице 1 марта в 13.00. Захар Семёнов, Артур Рощупкин. Новости сейчас.